Я прогуливаюсь в морском парке Варни. Апрель в этом году в Варни выдался прохладный. Ну, до снега, конечно, дело не дошло, как в других регионах. И, тем не менее, видите, я до сих пор в мехах практически. Ветер прохладный такой, с морем. Ну, весна уже давным-давно вступила в свои права. И маргаритки, и одуванчики, и фиалочки дикие. Всё это цветёт. Нарциссы отцветают. Вот, видите, на аллейке такой тюльпановой сейчас стою. И большое количество различных цветущих деревьев. Мы уже с февраля месяца наблюдаем здесь, у нас в Варни. Дожили до пальмового воскресенья. Пальмовое. Потому что именно ветвями пальмы принято было приветствовать царей на Древнем Востоке. И Иисуса при входе в Иерусалим народ встречал пальмами и вегами, как уже своего царя. Праздник этот достаточно значимый и отмечается в христианской церкви, и в католической, и в православной. И вот, поскольку пальмы далеко не во всех регионах растут, то по-всякому народ выходит из этой ситуации. В Польше, например, этот праздник так и имеет название «Пальмовое воскресенье». И делают имитации пальм, как небольшие, которые держат в своих домах и несут в церковь освещать, так и крупные такие композиции современные, которые уже украшают улицы городов. Делают это из искусственных цветов, из таких метёлочек травяных, туда даже конфеты сейчас вплетают и так далее. У нас в России, на Украине, это принято называть вербом воскресеньем. К этому моменту у нас на вербах появляются вот эти вот великолепные такие мягкие, тёплые шишечки, которые радуют людей, которые символизируют весеннее обновление природы. И поэтому у нас воскресенье вербное. Ну, а в Болгарии этот праздник называется «Цветница», потому что к этому моменту распускается очень много цветов, трав. Травы собирают, уже украшают ими дома. А вербочка имеет уже вот такой вид. Вообще все ивовые, да, вот видите. Уже шишечки давно, шапочки эти упали тёплые, появляются листочки, появляются серёжки. И вот из таких веточек на «Цветницу» принято плести венки, бросать веточки и венки в воду. Особенно это девушки вот такой обряд соблюдают. Да, и очень много интересных моментов с этим связано, но как-нибудь позже. Мы об этом с вами поговорим, и я вам расскажу. Значит, вот именно такими веточками украшаются уже дома. Видите, ещё очень интересный момент тоже всегда используют, то, что это гибкие такие фрутики. Вот, и тоже один из важных символов. Вот это именно гибкость. А накануне вербного воскресенья ещё один праздник религиозный, который у нас называется «Лазарева суббота». В Болгарии это «Лазаров день», и с ним связан ещё один такой момент. Традиционно именно в этот день болгарские девочки вступали в сон, так сказать, невест. То есть проходили вот такой обряд. И я просто хочу напомнить, что раньше цветение девушки, как и её отцветание, наступали значительно раньше, чем в современное время. И, скажем, в 10-11 лет считалось, что девочка уже вполне готова для того, чтобы создавать семью, вступать в брак, нести ответственность за свою семью, рожать детей, воспитывать их и полностью брать на себя обязанности домашней хозяйки. Ну вот, хорошо это или плохо, нам с вами, наверное, всё-таки трудно об этом судить, потому что в наше время вообще очень изменились взгляды на жизнь в связи, прежде всего, с различными изменениями, связанными с техногенной цивилизацией и так далее. Ну что ж, а я вас всех поздравляю с верным воскресеньем, желаю вам всем весеннего обновления, желаю вам всем здоровья, конечно, прежде всего, чтобы жизнь нас радовала, чтобы в нашей жизни было очень много цветов, правда цветы вот я люблю исключительно в живом виде, не сорванными, не срезанными, и чтобы в нашей жизни было очень много хороших людей, которые, наверное, и являются главным украшением нашей жизни в любое эпоху, в любое время года и в любое время суток. Субтитры сделал DimaTorzok